В Центральную избирательную комиссию Чувашии подали документы еще два потенциальных кандидата на пост главы Чувашии. Оба предлагают избирателям свои кандидатуры в порядке самовыдвижения. 61-летний адвокат Николай Коклейкин родился в Красночитайском районе. В прошлом созыве был членом Центра избиркома Чувашии с правом решающего голоса от партии коммунистов. Впрочем, сегодня он ни с какими политическими объединениями не связан, а баллотироваться решил, чтобы... Разворошить это осиные гнезда, чтобы люди не ходили безропотно. Нужно что-то делать. Ну а позитивная программа какая-то у вас есть? У меня программа есть. Расскажите в двух словах. Это почитать можно декларацию от 24 октября 1990 года. Пожалуйста. Шестой возможный кандидат на должность главы Чувашии – 46-летний предприниматель Андрей Ильдеменов, уроженец Чувашии. 25 лет назад он выехал в Москву на учебу, по сей день проживает в Московской области. Занимается образовательной деятельностью и консалтингом. Время пришло. Как говорят, птицы возвращаются назад. Я, как сын Чувашии, возвращаюсь на родину. Чем вы можете быть полезны своей родине? В знании раз, связи с инвесторами два, которые готовы инвестировать в новую обновленную Чувашию. Меня ждут родственники, родители, меня ждут предки, которые здесь похоронены. Поэтому пришло время возвращаться. Напомним, на прошлой неделе документы в Центр избирком Чувашии подали Олег Николаев в Рио главы республики, самовыдвиженец. Сергей Матвеев – кандидат от партии «Патриоты России» и еще один самовыдвиженец. Своих кандидатов выдвинули также КПРФ и ЛДПР. Единороссы СССР и партия «Родина» поддержали Олега Николаева.